Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить край эфир. В последней серии мы нашли еще один предохранитель из двух. Один уже вставили. Это прекрасно, по-моему. Теперь мы вставляем второй. Дверь у нас... Да, дверь у нас теперь открыта. Это супер. Так, ну и что, давайте осваиваться, что у нас здесь. Очень знаю, какая-то станция метро. Но пока же тихо. О-о-о. А вот это уже не очень хорошо. По-твою мать. Что-что я косой-то такой. Ладно, хочется. Он просто посмотрел на науки мастер-либы и сам застрелился. Да. Кстати говоря, мышка у меня просто старая сдохла. Я сейчас на полуживой мышке игра. Если кого-то волнует, то такие дела. Цель с ним не очень удобна. У меня чувствительность постоянно скачет. Просто потому что я очень ленив. И не пошел сегодня. Сегодня на субботу не пошел в магазин. Мы сегодня с девушкой ходили в кино. Как-то на обратной дороге уже был не до этого. Так, ну так, они меня быстро убьют, если я так буду косить. Это как, похоже, какая-то заброшенная ветка метро, что ли? Ну что, про вампиров, похоже, какая-то очередная сопливая сага, типа сумерек. Тихо. Дадим ему подбежать поближе. И теперь застреливайся. Отлично. Где-то идти не вижу. Хорошо, этот тоже прилег. По крайней мере, с патронами на ГЛОК проблем, я смотрю, не будет. Если бы еще из кого аптечки выпадали, это было бы вообще прекрасно. Но это стало бы слишком просто, по-моему. Так, тут у нас ничего. Хорошо. Так, ничего на поле не лежит. Здоровье, конечно, печальное зрелище представляет из себя моя шкала здоровья. Ну что, поделаешь? Я косой. Я сам по себе косой. Так еще и мышка в этот раз меня расстраивает. Что ж поделаешь. Опять ручка. Нет, ручки вымазываться неудобно. Нам нужно найти шприц с морфином. Кто-то мне написал в комментах, что морфин не наркотик. Саймон не наркоман. Морфин, ребята, это один из самых страшных наркотиков. Потому что его принимаешь как обезболивающее. И очень быстро привыкаешь к нему. Есть даже такое понятие, как морфинизм. То есть морфиновая зависимость. Очень много народа от этого пострадало. Как сигареты. Не замечаешь, как привыкаешь. И потом уже не можешь жить. Так, не входить. Вроде тихо, да? Куда мы попали вообще? Поезд опаздывает из-за проблем с сигналом. Короче, опять что-то прощелка, что они говорили именно. Так, подожди. Что написали? Принесите оба предохранителя с голубой линии, чтобы убежать на поезде. Да вы издеваетесь. Так, мне похоже внутрь туда. Давайте тут осмотримся. Шпорицов нет. Бяда. Оттуда я пришел. Давайте заходить, что ли. Сохраняшечка. Мне нужна моя нога обратно. Так, это то, что я думаю. Нет. Опять ручки. Что, кругом ручки раскидывали? Это же просто, блин, отвлекает. Что за лом? Что бы это могло значить? Не знаю. Дверь не может быть открыта. Кувалда. Прям как Сириус Сэмми. Я даже знаю, куда ее применить. А пока что с пистолетом мне будет сподручнее. Ой, тихо. Да, я не пойму, а в тебя не попадаю, что ли? Охренеть. Сколько я у него патронов-то выпустил? Так, ну сквозь стекло я его практически наверняка не прострелю. Понятно. Может мне это как-нибудь нужно снести? Да нет. Вообще непонятно, какая-то штука торчит из земли. Похоже, вот такой же шест, но он обломанный просто. Да ладно. Так. Так, так, так. Ты не можешь сюда попасть? Твои проблемы. Да, блин, проходи ты. Хорошо. Сохраняемся. Так, и мы возвращаемся, похоже, обратно вниз сюда. Ладно. Вечная проблема у меня со здоровьем. Так, ну че. Да, это, судя по всему, правильно. Я все... Или нет? Да. Я все правильно понял. Странная дверь какая-то. Какого хера? Офигеть. Я явно не попал не туда, где хотел бы находиться. Твою мать. Занесло. Блин, сейчас, похоже, что-то будет. Твою мать. Че он сидел и там? Он себе ногу режет? Ну, ладно. Один пишет, что верните мне ногу назад, второй себе ногу перед. За парк! Так, тихо. Твою мать. Какого хера вообще происходит? Сейчас мой веселый настрой, похоже, быстро соберет. Блях, какие звуки, а? Это же офигеть. Твою мать. И че, ну я явно... Да, я уже падаю. Туда что ли? Офигеть. Блин, ну мне остается только прыгать туда. Кто озвучивал эту игру? Это же, блин, бальные люди. Бальные люди. Кто-то дышит вокруг меня. Постоянно. Описание места, троеточие. Офигеть. блин разгона не было ладно все не торопимся мне просто быстрее охота сюда выбраться там честно говорю чё-то с этим местом совсем все не так так тихо самое главное что пока что меня никто не атакует с остальным то справимся блин неужели нельзя как-нибудь побезопаснее спуститься ой 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 твою мать это просто какой-то экстрим я не понимаю вообще фу так нет придется только так других путей я не вижу вообще но это здоровье конечно убавляет так спокойно саймом спокойно полный бизнес начальника куда мне прыгать футбол ай да что ж такое мать вашего так а вот мы тут я не знаю почему меня заняло такое большое количество попыток пройти сюда я между тем как до сюда прыгал я пять раз пять еще умер то ли это моя всталость сказывается то ли на самом деле как-то не очень хорошо все это сделано скорее всего я виноват так что простите меня если что за мою криворукость бывает со всеми твою мать ладно ладно моя жизнь этой многообещающей ночью ребенок лег лег на дорогу сломанный подожди какой сломанный ребенок лежал на дороге типа поломанный весь что ли почему ты ходишь по этой дороге так поздно молодой человек почему тебе нужно пошли в жоп блин а вот такой комнате с данной игрой точно буду скоро пожалуй так пистолет понятно придется читать только блин у меня сегодня с переводом я не знаю я сегодня уставший как собака поэтому перевод у меня не особо хороший получится мальчик был сломан физически и сломан духовно человек белом поместил его на коляску теперь он смеется и как он смеется и так он живет весь остаток своей жизни в один день судьба улыбнулась ребенку так чтобы дать ему выбор возможность уничтожения тут вообще на латыни что-то пошло про капту лекторис хабен суа фата либели так ну это что у нас это книга книга машина его сбила и он попал на инвалидный кресло после этого ему улыбнулась судьба и дала возможность уничтожить что-то с помощью пистолета на нет супер так может быть машина кресло будет надолго похоже пистолет и книга нет так ну что давайте тогда выключу запись потому что это я думаю будет продолжаться долго как что нибудь решится так собственно продолжим я честно говоря не знаю я просто наугад пробежал буквально 10 секунд прошло с того места как мы прекратили запись я просто наугад пробежал 4 двери и вышел сюда я вообще не вдумываюсь это сделать поэтому не скажу точно какая комбинация это была если кто на этом месте застрял вы уж меня простите вообще эта игра начинает меня опять доканывать нужно блин прекращать сколько у нас еще на эту серию отведено но еще минут 10 можно побегать меня это честно говоря вообще не радует я бы с удовольствием сейчас прекратил отдохнул от нее пару деньков но это же посмотрите это же полная жопа но и вы знаете чем не то напоминает это не напоминает то есть динозаврами я не мог найти выход потому что я вечно садился за нее уставший а сейчас я куда более уставший чем был тогда это давай выбирайся поэтому это будет долгое путешествие думаю Иду куда глаза глядят, смотри я довольно далеко пробрался. Фух, бляха муха, бляха муха, давай-давай-давай-давай, пошел, неужели я с первого раза пройду это место. Тихо, по-моему я правильно иду, да? Ой-ой-ой, тихо-тихо, налево или направо, налево или направо? Твою мать. Бляха муха, это не обход что ли? Тихо, 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 все у нас получится. Фух. Да, он страдает. Вообще чудо, что его тело шевелится. Кажется, не говорю, что у него есть ответственные. Не, не говори, что у него мунистерство. Но, как я могу сказать, Саймон – это очень глубокий индивидуэль. У него и крыша поехала, после того, как его машина сбила. И вообще удивительно, что он... Тихо. Что он живой остался. Клях, мы опять на метро. Ой, блин. Как я и говорил, с переводом мне не очень хорошо. Твою мать! Твою дивизию. Вот это было близко. Он все еще там? Ну зачем тебе это проверять, а? Какого хрена? Разве я не отсюда пришел? Нет, что-то очевидно не так. Но нужно поспешить. Или что-то еще произойдет. Глава 5. Поставить это... Хитренье фени. Ты будешь ко мне подниматься, нет? Потому что у меня здоровья маловато. Вот наверняка же найдутся добрые люди, которые в комментах напишут, что с состоянием... Что с состоянием Саймона. У меня просто сейчас мозги напекрения, я не смогу конкретно описать, что же с ним такое произошло, что там говорил доктор. Но, короче говоря, после травмы он пострадал как физически. Так что вообще чудо, что он может двигаться. Так и морально. Так, сюда я смогу идти? Смогу. Это плохо, потому что у меня здоровья вообще нема. Где у нас сохранение поблизости было? О, блин, как меня раскоцывал до всего. Ну-ка. А что мы тут имеем теперь? Ууууу... Нет, это явно не то место, где... Подожди, может там внизу сейв я увижу? Там светло Давайте сходим Что-то у меня с здоровьем А то вообще печально Я сейчас туда выйду наверх И меня убьют скорее всего Если я вниз спущусь Там тоже стреляют Там я тоже погибну И здесь я думаю Я тоже погибну Так что мне по-любому нужен сейв сначала Твою мать Куда я иду вообще Я правильно иду, нет? Подожди, это та самая дверь? То есть это все ему привиделось? Так, а я смогу сейчас Добежать до поезда, интересно В поезде же был сейв Тут по идее врагов не должно быть Просто мне очень уж нехорошо Блин, что такое? Я что-то уже ничего не понимаю Уф Ладно, короче говоря, давайте на этом прекратим Мне нафиг нужно отдохнуть от этой игры пару деньков Что-то она меня опять вымораживает начинает Как бы там ни было Игра сама по себе, конечно, прекрасно Очень высокий уровень Но принимать ее нужно дозами Вам-то я понимаю Все время мало-мало Вам нужны еще серии, еще Но меня тоже поймите А человек, мне нужно отдыхать Так что увидимся в следующих сериях Скорее всего, следующая серия будет завтра Ну, то есть, если сейчас не суббота На момент выхода этой серии Как бы там ни было, увидимся Надеюсь, вам нравится Так же, как и мне С вами был Артур, всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok